или типа пообещали там конкретную сумму за конкретную работу ты сделала тебе начали завтраками кормить и чел исчез такого не было у вас упоминали момент же когда он перекручил всю ситуацию свою пользу да по сути все вот эти подписчики кто там по аккаунту начали спамить людям купить и подобное блять кто это спа бля вот вы как будто предводители дебилов каких-то извиняюсь конечно кто это будет память всем остальным адекватным людям блять который вашу воду всем похуй абсолютно вообще так положить такой болт вопрос никто это будет память для 12-летний который вот эту хуйню прочитали блять им даже пуфов не надо ну правда тут ну это это просто хуйня какая-то вы обосрались вы должны сделать выводы все просто даже а быть и вот он там вот он там не договорил что вот он т.з. перевернул ты бабки взял сразу блять скажи взял и скажи следующий раз и подороже платят или нахуй никто из вас так не сделал из вас блять и просто да ты живешь этим трудом сложно сказать типа и иди нафу я пойду найду все другое репутинали оставляешь вот ну так жизнь работы можно что-то поменять за 10 лет веще столько таких типов было после вы не вы не поверите столько сколько проектов где люди и в такие ситуации попадали ебанистически мтс обновляя на 27 лямов что интересно 27 лямов было дело поэтому ребята тут 1000 рублей как бы понятно что я говорю ну я не знаю могу могу вам посочувствовать вот для вас горький опыт на будущее как правильно расставлять приоритеты как ценники выставлять как это но здесь как бы да он открывается с хуёвой стороны что хуёвый работодатель который выкручивает яйца но накидоса то на бабки не было вот что мы сейчас можем предъявить эй биндя и нихуя себе ты ебать коммерс ебать ну да нихуя тебе ты конечно нихуя по факту не сделал вот его некрасиво поступил ну типа дух и похуй работодатель ты ебать ну он в этом же документе там есть не про накрутку который скидает я не знаю как выставили кое проблемы изначально на стриме сказав что там быстрее посмотри там кавшама винти это мухова какие-то новости не я писал я не знаю но коин проблема которые вставляли были изначально не найдет на банк на бабки и если но мы все соглашаемся на то что абсолютно правильные получают с этим не спорно я понимаю то что анастасия какую-то хуйню написала я честно не видел конкретного сообщения что какая-то полная залупа хочешь почитать я не писала все я же сказала я начало только начало кто там войсал хорошо анастасия кто еще написал ну вы хуйню тут написали что я лишь как информатор я и ну кто писал по поводу неуважения него ты марка который сначала не нужна была потом вдруг за нужна была это просто детская дебильная хуета который я когда-либо читал вот это например пожалуйста блять четвертый пункт или какой-то третий наоборот третий пункт что за блять чушь тут дебила написано блять объясните мне может не понимаю что за блять бред ебаный ты можешь ваниматырлять бляйте почитать думаю смотри я тебя озвучиваю блять сейчас что значит ценить права художников однажды я поинтересовалась у него насчет того не мог бы он оставлять ссылки на аккаунт остальных его работник в комментарии лично мне это было не нужно однако это было такой базовой вещью что меня начал расстраивать то что андрей это не делает и это наверняка могло оскорблять других людей работающих на него он предупреждал что рано или поздно забудет об этом и увы все на что хватило андрея это один раз указать в качестве превьюшника под одним из его видео хоть я и говорила не только о себе но и других художниках блять чел пишет тип я тоже не шарю всегда сам работал со всеми так работал по одному принципу платишь денежку и все ок согласен вин ну чел пишет дальше сам а если тема пиара то денежка уже не к месту факт 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 типа это чел рисует пар пиар и указание авторства это не одно и то же тут скорее идет как уважение к автору дохуй всем клали блять ты деньги вы же работаете ты же деньги получил твоя работа всего пошел пизду для ребят вы ну я вахуй слушай сейчас ну люди познакомились с миром коммерции был кунту заклабали но это правда да это вроде тяжело воспринимать горький опыт ребят пиздец реально сочувствую банальность который любой ребенок знает то есть это на жизнь получается на шишки ставить надо я сам работал пять лет в дизайнерском бюро блять я знаю как это работать с дизайнерами и блять извините там такие договора составляет специальный подработать дизайн специальный договора подработать дизайнерами что это пиздец там все обговорено дополнительное время работы количество внесенных правах как как должен составляться т.з. ну как говорится все же не тоже дали по значит коммерческие дизайнеры блять для фирмы какой-то блять и ребята которые рисуют и раму карточек да понятно блять еще раз это жизненный опыт это больные шишки ладно похуй соболезни меня какая-то я не могу мне жопа горит во первых спасибо александр зубрит за рейд во вторых блять ну что за хуйня продолжает дальше говорить ребята конечно вот они со мной не согласились никто ну блять это ребенок это же логично я сейчас все расскажу приходит чел пук с ренька сидишь такой и чё ну по факту и чё скажите лишь день взял чем-то дальше блять общался друзья друзья очень часто звучит фраза друзья блять сука нет у тебя друга если ты с ним работаешь блять есть у тебя друг когда ты приходишь домой блять побухать с ним с ним работаешь это не твой друг блять это твой начальник то же самое с родственниками кстати те еще тоже могут быть кидалами жесткими потому что родственники типа там поблажки все дела блять блять полный бред какой-то ебаный нахуй да они не могли разделять рабочие так разоблачение блять ну типа соси деньги и чё ну типа соси не хочется сотрудничать братан я лучше там на почту напишу это пиздец какой-то дядь не знаю завтра стрим будет или нет я сейчас кину ссылку в телегу где чё будем смотреть но это пизда какая-то если честно я чё то но я сейчас еще покушаю чуть-чуть и в телегу ссылку скину вам обязательно подписаться мы сейчас будем сидеть я ислам и егорчик будем смотреть последние четыре серии бензопилы поел уже сука это кто съездают это еще пока не съедено чтобы смотреть там ссори сегодня какой-то максимально тот странный стрим но мне понравилось короче ребята если вы блять понимаете что вы обосрались то и разоблачение не надо нахуй вот что я хотел сказать вот один чел мне понравился заговорит ну по факту мы терпим его искал он еще более-менее конструктив какой-то вливал но и при этом понимал шабля и хули мы тут все собрались короче короче все проблемы из-за женщин блять факт факт все извините немножечко сексизма добавлю вот чё и блять не имелось нахуй чё там набросал обдонатил и мне блять пришел еще и блять его в говне смешал о боже ну все же по факту ни к чему не привело ребят и вне реально в нее говно полетело потому что тут хуэтапа написано она говорит а я писала в начале то писал продолжение пожалуйста я так понимаю это артерша вот она написала какую-то хуйню блять я переживаю за других людей блять какое-то отношение имеет к этому блять пиздец у меня такое найди сейчас меброс такую же пасту блять напишет который нихуя не будет блять меня морально насиловали морально насиловали эмоционально я выгорал он меня обзывал на стримах хуесосил забывал иногда зарплату оплачивать сам говорит сегодня меброс ты получил меньше завтра больше но ничего я уже так два года работаю ничего ну то есть меньше не было было больше ну это ж блять так любого можно за хуесосить если честно я не верю что такие люди есть безусловно типа он хуёвый там все дела и что так и купил я вы охуеете еще в жизни сколько раз у вас друзья блять поменяются и круг общения имею ввиду один-второй еще круг и вы уже видите с теми людьми с которыми вы недавно на горшок срали вместе уже и не дружить и вовсе хуйня какая-то